Как преображаются парки, школы, дворы в Карачаевске? Некоторые объекты посмотрели спикер парламента и вице-премьер. Уникальные фотографии карачаевцев, переживших ужасы депортации. В Кочегу открылась выставка фотохудожника Рината Урусова. Искажение исторической правды в учебнике истории России о депортации ряда народов СССР. Да, автора книги вели о необходимости исправления данной главы. Смонтирован 3D-макет самой высокой вершины Европы и краснокнижного зубра. На ВДНХ начался монтаж выставочного стенда Карачаева-Черкесия. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается реализация федеральных и региональных проектов по различным направлениям преображения дворов и зон отдыха, капитальный ремонт образовательных учреждений и многого другого. Некоторые объекты в Карачаевске по стиле руководитель Народного собрания Александр Иванов и зам предправительства Евгений Гордиенко. Подробнее Артур Мыхца. Парк как излюбленное место проведения горжанами своего свободного времени. Таким виделся дизайнером «Зелёный остров Карачаевска» на момент подачи заявки на конкурс среди малых городов. Победа в нём позволила воплотить в реальность все задумки. На днях парк был сдан в эксплуатацию. А теперь посмотреть на выполненные в рамках национального и партийного проектов работы приехали руководители регионального Народного собрания Александр Иванов и зам предправительства Евгений Гордиенко. «Комфортная городская среда» Этот проект выиграл конкурс среди малых городов. Он был отмечен вице-премьером Хуснулиным как один из успешных проектов, которые реализованы в этой области. Ну и сами вы видите, что сегодня, насколько преображается городская среда в городе Карачаевске, людям можно комфортно находиться и заниматься досугом. Было предусмотрено государственное частное партнёрство. Государство со своей стороны предоставило финансовые средства для реализации этого парка. А частные инвесторы должны были здесь и кафе организовать, и места досуга. Сегодня мы видим, что это реализуется и в ближайшее время откроет двери для своих посетителей. Реализация данного проекта в первую очередь стала возможной благодаря поддержке главы Карачаева Черкесской республики. И вот сами видите уже окончательную реализацию. На самом деле данное место становится излюбленным для жителей и гостей города Карачаевска. Представители руководства республики осмотрели благоустроенную территорию и оценили качество выполненных работ, отметив важность участия Карачаево-Черкесии в федеральных программах. Ведь это позволяет преобразить те объекты, которые необходимы для физического, образовательного и духовного развития населения. Так, очередным местом посещения стала пятая школа Карачаевска, построенная почти сотню лет назад. У нас имеется два корпуса, но это основной корпус. Корпус этот, мощность школы рассчитана где-то на 250 человек, второй корпус на 200, и в общем оно составляет 450. Но в этом основном здании у нас запланировано и занимались пятые, одиннадцатые классы, а во втором корпусе это младшие школьники. В одном из корпусов занятия начнутся совсем скоро. В настоящее время подрядчики, можно сказать, наводят марафет, собирают и устанавливают мебель в классах, проверяют готовность коммуникаций. Как отметили проверяющие, в Карачаево-Черкесии ежегодно удается капитально отремонтировать примерно по 25 образовательных организаций. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В Кочегу в рамках проекта «Вопреки» открылась выставка участника проекта «Вопреки» фотохудожника Рината Урусова. Открытие выставки, посвященной карачаевцам, пережившим депортацию и вернувшимся домой, стало событием, вызвавшим волнение среди коллектива вуза, жителей и гостей Карачаевска, которые с нетерпением ожидали момента, когда смогут увидеть уникальные фотографии своих земляков, переживших ужасы депортации. Эта выставка имела глубокое значение для всех, проливая свет на трагическую и вместе с тем героическую историю депортированных, являясь напоминанием о борьбе и выносливости народа, сумевшего выдержать тяжелые времена и восстановить свою идентичность, пройдя через многие испытания. Посетители выставки отметили, что лица героев, запечатленных на фотоснимках, словно наделены неподвластной времени силой, отражающей уникальности, бесстрашие их судеб. Вопрос изложения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ, находится на особом контроле главы Карачаева Черкесии. Ранее руководители региона при встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым договорились о дальнейших действиях по справедливому изложению темы репрессии в учебнике. Представители науки высоко оценили гражданскую позицию главы республики по недопущению искажения исторической правды. Подробнее Альхан Лепшоков. Искажение исторической правды является недопустимым, и поэтому подобная информация не должна присутствовать в учебниках по истории России. Созданную рабочую группу, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, вошел и глава карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Они довели до автора книги Владимира Бединского о необходимости исправления данной главы. Представители науки нашего региона высоко оценили вклад главы республики за сохранение исторической правды в учебном материале для школьников. Депортация была совершенно... Это насильственный акт, совершенный в отношении всего народа, который совершенно ни в чем не виноват, что это совершенно недопустимо, что это противоречит законам человечности, не говоря уже о правовых законах. Соответственно, первоначально общественные организации регионов, а затем и главы республик, и здесь большой респект главе карачаева Черкесской республики Рашиду Борисовичу Тимрезову, они обратились в Министерство просвещения с тем, что этот учебник, в частности, абзац данного параграфа, необходимо убрать или совершенно по-другому изложить. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что репрессии в отношении целых народов нашей многонациональной страны являются несправедливостью и преступлением. И мы со своей стороны благодарны ему за его гражданскую позицию. В этом вопросе отмечают представители научной интеллигенции. Здесь глава республики проявил не просто свою гражданскую позицию, он проявил и понимание потребностей народов в правдивом изложении истории. И, естественно, в наших условиях, в условиях, когда мы говорим о сохранении исторической памяти, мы должны хранить историческую память, а не всевозможные интерпретации фактов. Любые спекуляции на эту тему недопустимы, и уже в новых редакциях будет изложено правильное с точки зрения истории информация. Алихан Ипшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Внутри макета проводят монтаж игровой зоны для детей, где с помощью специальных очков можно погрузиться в удивительный космический мир. Слева на стенде смонтирован 3D-макет горы Эльбрус, самой высокой вершины России и Европы. Также установлен экспонат настоящего символа гор Краснокнижного Зубра. У макета горы специалисты установили симулятор лыжной трассы, который поможет гостям стенда погрузиться в атмосферу горнолыжного курорта и оценить свои способности владения горными лыжами. Также на площадке экспозиции будет расположен центральный экран, позволяющий оценить сказочную природу республики и основные ее достижения в области туризма, промышленно-сельского хозяйства, гидроэнергетики. А сейчас рубрика «Гость программы». Заслуженный артист России Борис Уртенов расскажет об испытаниях года депортации. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.